Я иду домой, и я просто не могу поверить своему счастью, что сегодня было. Доброе утро! Сегодня суббота, 12 мая. Время 4 утра, 10 минут. Я в ванной, встаю рано, потому что мне сейчас надо будет ехать в аэропорт на самолет. И полетим мы сегодня в Вену. Суббота, 12 мая. Суббота, 12 мая. Суббота, 12 мая. И мы приехали в Австрию, в Вену, на концерт Нью-Ода. Я где-то год назад, полтора года назад просто влюбилась в группу Нью-Ода. Прочла все их автобиографии, прослушала все их альбомы, выучила их наизусть. Начала учиться играть на гитаре, чтобы играть их песни. Особенно, когда я услышала песню «Is I Love Triangle» с акустическим исполнением. Я решила, что я тоже так хочу. Вот, и теперь я учусь играть на гитаре, беру уроки пения, потому что у меня нет совершенно слуха. Все благодаря группе Нью-Ода. И вот, наконец-то, будет сегодня их концерт. Они очень редко в последнее время дают концерты. Они лентяи. Но, наконец-то, я их увижу. Очень рада и очень надеюсь, что все пройдет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Первым делом мне надо забрать билеты из кассы. И сейчас мы пойдем для этого в музеус-квартир. А я переоделась, потому что очень жарко была я в джинсовых кюлотах. Футболочка тоже посвящена Нью-Ода. Та была первая Joy Division. А это полегче. Обложка альбома Power Corruption and Lies. ПОДПИШИСЬ! Я просто не верю своему счастью. Я сейчас забрала билеты. Забрала билет на сегодняшний вечер, который я оплатила заранее. Купила по интернету. И решила купить билет на завтра, потому что концерт будет идти два дня подряд. В субботу и воскресенье. И мне продали билет по специальной цене за 13 евро. Вместо 53. В общем, хорошо так получилось. Специальный билет для дружественных организаций и хардкорных фанатов. Таких, как Яна. Видимо, на меня посмотрела и решила, что да, можно такой билет продать. Правильно, что ли, зря я из Берлина приехала ради одного концерта. Сразу два. Два по цене одного. Музеум с квартир. Такое приятное, расслабляющее место. Фонтанчик, музеи, кафе, культурные мероприятия. Будет концерт филармонии. Сейчас проходит фестиваль венские недели. И вот по этому случаю здесь и концерт New Order, и какие-то классические концерты, и выставки. И все в таком духе. И погода отличная. Мария Терезия. Мы с мамой в прошлый раз были в Вене, ездили в Шонбрун и брали там аудиогид на русском языке. И диктор, тот, кто начитывает все время, говорила Мария Терезия. И у нас теперь это вошло в фольклор. Вот она. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я была на выставке от Моне до Пикассо И действительно очень хорошо показано развитие всех этих стилей Импрессионизм, экспрессионизм, авангард, сюрреализм Вплоть до Пикассо Но импрессионисты, конечно, вне конкуренции Экспрессионистами я тоже прониклась А вот Пикассо никак, я не знаю Он как-то меня пугает, вызывает неприязнь Не знаю, не люблю его картины У меня ощущение, когда я на них смотрю, что он был не очень приятный человек Не знаю, насколько это правда или нет Кроме того, там была еще... Можно пройти по парадным покоям Габсбургов Которые меня, ну, не очень впечатлили Потому что я уже была в Шонбруне И там, в общем, все красивее Можно не говоря о Петергофе Ну, тоже там немножко мебели стоит И атлас, большие зеркала, много позолот и все такое И парочка эскизов Рембрандта, Рубенса, Дюрера, Климта Ну, буквально по паре штук Ну, и, конечно же, гигантские вот эти парадные портреты И картины с какими-то битвами эпическими и тому подобное Как всегда в королевских покоях Потом внизу еще две выставки современные Одна художница, забыла, к сожалению, как зовут Но она мне не особо меня впечатлила тоже И Кейс Харринг Который интересный, но я чувствую, надо туда... Надо в него как бы вникать То есть отдельно как-то приходить, экскурсии Или брать аудиогид, или что-то почитать Потому что это современный такой художник Который рисовал комиксы И все вот в таком вот стиле современном Поп-арт И все связано с какими-то актуальными Ну, с какими-то событиями, которые были актуальны На тот момент, когда он это рисовал То есть все это надо в контексте смотреть И достаточно много там было работ То есть вникать это надо было бы еще два часа Я уже решила пойти Все-таки много искусства за один день уже сложно воспринимать И пора пообедать Ну и потом уже мне надо будет немножко отдохнуть Пойти, но потом приготовиться к концерту Вернуться в хостел А время сейчас половина третьего Вернуться в хостел Усатый нянь Кто куда, а я часок поспать Рано сегодня очень утром встала Не выспалась И если я не посплю, то только на концерт Я просто отрублюсь Это было бы очень неудачно Шесть часов пятнадцать минут После сна надо будет сейчас опять умыться И накраситься заново Шесть сорок пять И я пошла в город опять Хочу домой такую стену Я думаю, я хорошо смотрюсь на ее фоне Скоро начнется Уже такая фанатская трясучка Хочется посмотреть на них Даже не верится, что я их увижу сейчас вживую Правильных футболках Как в таинственном замке Дракулы Вау Время без двадцати Два Я иду домой И я просто не могу поверить своему счастью Что сегодня было То есть я пришла просто посмотреть на концерт New Order И все В общем-то мне этого было достаточно Но перед концертом я познакомилась через инстаграм Тоже с одной фанаткой, которая живет в Вене Она вообще-то из Дании Мы там списались и договорились встретиться перед концертом Но у нас не получилось А после концерта Вернее, когда я пришла в зал Я вдруг ее там увидела Узнала ее по фотографии из инстаграма И говорю Привет Вот я И мы с ней очень мило проболтали Почти час в ожидании концерта И потом После концерта Когда все закончилось Я в общем-то собиралась уйти Но мы что-то решили постоять А концерт был В общем-то очень классный концерт Мы стояли прямо вот у заграждения В самом Впереди В первом ряду И мы стояли в очень удачном месте Потому что когда Бернард выходил Солист Он выходил вот петь Где мы стояли То есть прямо напротив нас В трех метрах от нас И мы все могли видеть в подробностях И отпел он отлично То есть было прямо сегодня Очень хорошо Очень все качественно Просто потрясающе Как они играли То есть Когда первый раз они играли в Манчестере Все еще было немножко такое сыроватое Наверное А сейчас уже отлично отрепетировано И голос у него сегодня был прямо Тоже очень хороший Потому что Ну честно говоря Бернард иногда В ноту не совсем попадает Когда в живую поет Но сегодня он большей частью Прямо очень хорошо пел И выдавал даже какие-то такие Соло дополнительные Я бы сказала Которые он обычно не делает Ну так вот После концерта Мы стояли в первом ряду И некоторые люди Остались там постоять И просили например Что мы им дали Как это называется по-русски-то Господи Чем играешь на гитаре Такие кусочки пластмассы Что-то я забыла Пик Ну в общем вот эти вот штуки Медиаторы Вот Мне тоже достался медиатор А моя вот эта вот знакомая новая Она хотела, чтобы Бернард Тей подписал Книгу, автобиографию Ну я такая думаю Ну я за компанию тоже останусь И пусть у меня подпишет билет И там один такой Ну сотрудник, мужчина Зовут его Джейсон Он там отвечает за технику Он там убирал И он вот некоторым людям раздал Какие-то медиаторы Распечатки со списком песен И тому подобное Я тоже сейчас вставлю Я сфоткала Ее забрала Такую распечатку забрала Вот эта моя знакомая А я себе просто сделала фотографию Так сказать Стали разговаривать И стала Она его попросила Нельзя ли подписать Он сказал Ну можно Только надо подождать Потому что вот они пока Убирают всю технику И Бернард И группа обычно не любят Когда их беспокоят Сразу после Им надо отдохнуть Ну и в общем Он говорит Мы стали обсуждать Ну как нам встретиться Может быть потом С запасного выхода подойти И так далее Он говорит Ну давайте сделаем проще Запустил нас за заграждение Где сцена Тоже сейчас я фотку вставлю А потом Говорит Сделаем еще проще У него в общем Нашлись такие вот Браслеты Для допуска К авторпати За сцену И он нам дал Просто два таких браслета Пригласил нас на автопати И говорит Ну вы там можете С ним сами пообщаться И я в общем попрошу его Подписать для вас книгу И все что хотите Ну и действительно Мы пришли туда Там были Разный технический персонал И тому подобное Мы выпили вина Бесплатно Воды Посидели Очень хорошо пообщались Просто так поболтали Потом пришел вот этот Джейсон Сотрудник Подписал Взял у нас книгу И билет Отнес Бернарду Чтобы он подписал И потом Принес нам обратно И сказал Что Бернард Ну придет через какое-то время И действительно Бернард Пришел И Был Ну какое-то время Естественно Он там общался С какими-то другими знакомыми Ну и потом Джейсон Нас представил ему И Бернард Просто очаровашка Мы думали Что мы ему Может быть скажем Там спасибо за концерт Он нам скажет Ну спасибо Спасибо До свидания Все И не станет с нами общаться Мы с ним Реально разговаривали Ну минут пять Наверное точно Мы с ним пообщались Спросили Когда Я естественно говорила Когда же вы приедете в Берлин И пообщались про Берлин И все Как только говоришь Я из Берлина Все такие Ой да Берлин Я знаю Там так прекрасно И так далее И так далее Я говорю Ну когда же вы приедете Если вы там так прекрасно Что же вы не переезжаете Вот Потом он нам рассказал Забавную историю Про то Как они ездили Кажется Выступали на Гавайях В общем Там было такое Сильное волнение И стоял знак Не купаться Мол что здесь Уже сколько-то там Человек погибло Ну они решили Естественно Полезть в воду И полезли И оказалось Что там такие сильные волны Которые тебя вытягивают В океан И как бы не дают всплыть На поверхность И Берлин говорит Что его так Вот такую волну затянуло И он не мог всплыть И в общем думал Что он утонет И потом его выбросило На берег все-таки И в общем Он рад был выжить И выбросило меня Без плавок И мы такие Со второй девушкой Таким Вау То есть у нас в голове Средка картина Бернер без плавок И он продолжает Значит Ну вот Это было так страшно Я чуть не умер Чуть не утонул И мы такие Да, да Да, это было Да, очень страшно А в голове У нас так продолжается Значит Картинка Бернер без плавок Транслируется В общем Я чуть не сказала Жаль, что меня там не было Но я удержалась В общем Он оказался очень милым Я у него спросила Как насчет нового альбома Ну Нет Скорее Не в ближайшее время Он говорит Ну что вы предпочтете Чтобы мы приехали с концертом Или Чтобы мы выпустили новый альбом Я говорю То и другое Ну не говорите То и другое В общем Ну похвалили Естественно Их концерт Который действительно Был очень хороший Да Пообщались о том Куда они едут дальше Они дальше в Америке Будут выступать С концертами В общем Было с ним Очень приятно Пообщаться Я попросила его Обнять И он разрешил Два раза И потом поцеловал На прощание В щечку сам Нас двоих Ну естественно Что там Пришли такие красивые девушки Его там Обкомплиментили Более всего Почему бы и нет Естественно Он тоже был Очень доволен Что мы там Ему наговорили Всяких приятностей Вот То есть Вечер был отличный Потом Пообщались мы Еще с этим Джейсоном Такой Приятный Мужчина Ну так поболтали О всяком разном И о музыке Как они организуют Концерты И Просто Он Он сам Из Юркшира Вот и мы были На этой вечеринке Потом Пообщались Еще с Бухгалтером Которая По совместительству Девушка Фила Каннингена Тоже Участника Гитариста Группы И потом Мы пошли С ними Еще в бар Но в бар В бар Пошел только Том Чапман Тоже Это бас Гитарист Группы Но там Там уже было Не очень Там пришли В основном Только Вот эти вот Молодые Ребята Девочки Которые у них Играют на синтезаторах Но они такие студенты И там Барри Было очень накурено В общем Мы там посидели Минут 15 И уже ушли То есть Там не так было Интересно То есть Мы общались Между собой С этой девушкой Из Вены Да Очень приятно Мы с ней Время провели Так что Это прямо Превзошло Все мои Ожидания Этот вечер Ну Обнять Бернарда От Бернарда Очень приятно Пахнет Я вам скажу Очень приятно Было Его Обнять Поцеловать И все Так он Отлично Выглядит Кстати Просто Супер Выглядит То есть Чтоб я так Жил После Годов Потребления Наркотиками Алкоголем В 62 Года Просто так Выглядит Свежо И отлично Я вам скажу Это да Я бы очень Хотела Вот Ну ладно Я сейчас Иду В хостел Пешком Я надеюсь Что я иду Правильной дорогой Потому что я иду Просто как-то Наобум Совершенно Не представляю Куда Время Два часа Двадцать Минут С вами Панда Я сейчас Умоюсь Разденусь И пойду Спать Спокойной Ночи Спасибо Что провели Этот день Со мной Пока Субтитры